Встреча с оружейниками. Накануне вечером наш город посетил исполняющие обязанности губернатора Челябинской области. Этот визит стал частью большого тура по городам региона. Борис Дубровский побывал в Катаф-Ивановске и Кусе. Затем заехал в Златоуст. Чем глава региона обещал помочь местным оружейникам? Расскажем далее. Это уже второй визит исполняющего обязанности губернатора в Златоуст. На этот раз Дубровский познакомился с традиционным искусством местных оружейников на предприятии АИР. Специалисты, которые здесь трудятся не один год, рассказали, часто обновляется оборудование, повышаются зарплаты. Оружейная компания сотрудничает с вузами и принимает студентов на практику. Все это соответствует задачам, заложенным в стратегию развития Челябинской области до 2020 года. В части улучшения условий труда южноуральцев и сохранения внутри региона производственного и научного потенциала. После ознакомительной экскурсии Борис Дубровский пообщался с представителями гильдии мастеров-оружейников Златоуста. Златоуст – это бренд. Очевидно, что эту компетенцию мы должны развивать. По ней нас узнают. Мы когда приезжаем на какие-то выставки, где Челябинская область представлена, обязательно Златоуст. Я хотел бы понять, чем мы можем помочь для того, чтобы это искусство развивалось, чтобы оно тарило радость людям и имело под собой твердую основу. Руководители мастерских рассказали, что популярный вид декоративно-прикладного творчества не всегда вмещается в рамки зарегистрированных фирм и предприятий. А это не только брешь в налоговой массе, но и проблемы экологического характера. Сделать работу мастеров престижной – задача, которую ставит Дубровский перед членами гильдии. Тогда каждому кустарнику захочется заявить о себе, выйти из тени и самому вступить в гильдию. Борис Александрович произвел на меня очень приятное впечатление. Если предыдущий губернатор создал эту гильдию, создал, не вдаваясь ни в какие подробности, то Борис Александрович молниеносно увидел все нюансы наших «за» и «против». Борис Дубровский также обратил внимание оружейников на то, что необходимо проработать вопрос нанесения на продукцию клейма, которая будет являться знаком качества и отличать продукцию от других производителей. Покупатели и партнеры сразу будут понимать, что имеет дело именно с гильдией. Во-первых, губернатору как металлогу не надо объяснять, что есть хороший металл. Я думаю, что то, как было сегодня организовано в компании «АИР», и технологический процесс, и уникальность производства, оно воочию подтвердило, что мы имеем уникальную особенность быть таким достаточно интересным городом с точки зрения въездного туризма, с точки зрения поддержки гильдино-оружейников. Были ряд обращений и предложений к губернатору, к исполняющему обязанности по поводу создания программы народных художественных промыслов, по поводу зданий «Арсенал», собственно говоря, проведения в следующем году 200 лет златоустской гравюри. Сегодня в городе официально зарегистрировано около 100 предприятий, которые производят оружие, сувениры или предметы, бытов техники златоустовской гравюры на стали. Вывести остальных из зоны теневого бизнеса – главная задача, которую ставит Борис Дубровский перед гильдией оружейников. Задача, в которой глава региона намерен поддержать златоустовских умельцев.